Ну, скажи, пожалуйста, Максим, у нас блиц, и вопрос блица такой, предложила его Надана, по-моему, блестящий вопрос, кто подставил Никола Пашиняна? И подставил ли? Ну, когда Никола Пашинян приходил к власти в 18-й год. Не подставил, а подставил. Подставил. Подставил, в чем смысле подставил? Ну, в смысле, его сейчас называют предательным, в виде репортаж. Смотри, нам показывали репортаж с улиц Еревана, и там люди скандируют, не просто говорят, а их делились, там интервью было, и скандировали. Предатель, 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 предатель. Мы спросили, ну, попросили нашу корреспонденту, он, как всегда, подходил там с микрофоном. Почему предатель? Но из-за вот этого соглашения мирного, да. Из-за проданного Карабаха? Он продал Карабах, он предал Карабах, он отдал его Арцах наш и так далее. Я тебе цитирую армян, это не наши там домыслы. Ну, ты цитируешь часть армян, а не армян, не надо обобщать. Никто не цитирует всех армян, нет такой технической возможности ни у кого. Ну, почему? Есть такие желающие, которые говорят от лица всех армян. Как правило, эти люди попадают пальцем в небо. Никола Пашинян удержался после ноябрьского соглашения, Никола Пашинян удержался после декабрьского соглашения. Никола Пашинян удержался сейчас. И Никола Пашинян, думаю, удержится еще долго. Почему? Кто ему помогает? Им, по крайней мере... Народ ему, конечно, Путин. Это же... Нет, ему помогает, конечно, совокупный интерес Владимира Путина, Тайпера, Джепа, Эрдогана, Ильха Малиева. Если укронно, сюда можно еще Эдуарда Макрона приписать. Поскольку стабильность... А интерес в том, что Пашинян является, как в шахматах, некой такой точкой баланса интересов. С одной стороны, Россия, с другой стороны, новой Османской империи, которую строит Эрдоган, Евросоюза и так далее. И любая подвижка Пашиняна в любую сторону этот баланс интересов нарушает и может привести к конфронтации. На самом деле, то, что сейчас происходило, это Москва просто... Да, это просто Москва послала сигнал Эрдогану в ответ на что-то, происходящее в Сирии, например, или еще где-то в Ираке. Это надо просто смотреть. Но вот эти все крики сторонников Кочаряна и Сарксяна, которые не привели бы все равно к свержению Пашиняна, потому что это никому не выгодно. Но Москва показала, что она может это сделать. И я надо просто проследить, я не слежу за всей совокупностью всей этой большой игры. Где-то Турция пошла навстречу, на уступке, смягчила свою позицию. С помощью Пашиняна сейчас все стороны так или иначе... Смотри, это понятно. Это понятно, это клево... Ну, клево, в смысле, доступно. Свержение его никому не выгодно. Но баланс может слегка нарушиться. Потому что есть довольно большая... Я не знаю, насколько это обобщение уместно. Мы сейчас смотрели на этих мужиков, которые на улице в палатках сидят. Кто-то скандирует предатель-предатель. Они такие не хипстеры. Такие нашего возраста. Мужики такие крепкие. И явно, так сказать, знакомые с приемами обращения и с оружием, и всякие прочие приемы. Ты знаешь, серьезные дяди. Такие прям реально серьезные. Не хипстота. Значит, поэтому я... В чем, собственно, мой вопрос? Если они не одни. Если это не то, что нам показала корреспондент. Они не все, а еще есть какое-то количество их в Армении. Они уверены, что Пашинян предатель. Что у войны мог быть какой-то другой исход. Я не знаю, мог ли он быть. Но они уверены, что мог. Вот это не может качнуть этот баланс. И качнуть Пашиняна. И качнуть таким образом и всю ситуацию. Может. Но я напомню, что эти люди лично мне напоминают о электорате одного европейского политика начала 20 века. Которого звали Адольф Гитлер. Его электорат это тоже были люди, знавшие войну. Которые были недовольны Версальским миром. Которые требовали реванша. И которые не пришли бы никогда к власти, если бы их не поддержали серьезные люди из германского бизнеса большого. Из германской армии. Попытка нацистского путча 23 года провалилась с треском. После этого его вожди попали в тюрьму. Гитлер в частности там, где написал свою эту книгу. Моя борьба и все такое прочее. Поэтому я лично полагаю, что эти люди, как бы они не были крутые, без серьезной поддержки элитных групп перспектив не имеют политически. А это может появиться поддержка? Я думаю, что те элитные группы, которые делали на них ставку, они потерпели реально поражение в Карабахской войне. В Карабахской войне поражение потерпел не Пашинян, а группа Кочаряна и Сарксяна, которые 30 лет Карабах обустраивали, 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 обустраивали. А потом в течение месяца все, что они обустраивали, было разгромлено к чертой матери азербайджанской армии и турецким беспилотникам. Пашинян-то мирный гражданский человек. Какой имел к этому отношение? Секунду, Максим, извините, он был при этом премьер-министром. Ну вы о чем вообще? Ну что? Ну во-первых, война... Он первое лицо. Война, во-первых, вела... Надана. Надана. Война велась не государством Армении. Я понимаю, что армянские боевые подразделения были на территории Азербайджана, и азербайджанцы даже взяли знамена. Да, но это на территории Азербайджана. Надана все-таки хочу поправить. Давайте называть Карабах Карабахом. Давайте так, ладно. А то мы с вами до утра будем сейчас спорить. Нет, Надана. Карабах – это Азербайджан. Я спорить не буду. Кто хочет, пусть идет к азербайджанским солдатам, и они ему объяснят, что и где, и чья территория. Это территория Азербайджана. Так вот, они были на территории... Да, они объяснили. И если бы не вмешательство Путина, то, поверь, азербайджанские войска вышли бы на всю линию границы, а армяно-азербайджанские... А армяно-азербайджанские или турецкие, Максим? Ну, если уж мы так честно говорим. Азербайджанские. Надана. Себе врать не надо. Конечно, это были азербайджанские ребята, среди них были русские, погибшие ребята. Ну, хорошо. Турецкие ребята где были? Ну, их там гораздо меньше, чем российских на армянской стороне. Потому что на территории Армении находится официальная российская военная база, на которой служат полно армянских военнослужащих. В Армении, не в Карабахе. Да, конечно, в Гюмри. Серьезно? Ну, это как посмотреть. Я уверен, что с этой гюмринской базы немало народу, которые формально являлись российским военнослужащим, были в ходе боевых действий на территории Карабаха. Нету свидетельств, Максим. Нету, вот именно. А про участие турецких есть? А вот про турецких масс? Да. И что же это за свидетельства такие, Надана? Ну, вообще-то были видеокадры. Это интересно. Армянские блогеры? Что это армянские блогеры? Селен Пегов, что ли? Максим, я прошу прощения. С такого хрена туркам? Секундочку. Ну, военный парад принимал Алиев и Эрдоган вместе. Ну, мы о чем с вами спорим? И что дальше? Ну, вместе. Военный парад принимали, а на боевых позициях турки, кто-нибудь турок видел? Конечно, из видеозаписи в интернете. Секундочку, там видеозаписи в интернете. Это армянская пропаганда в чистом виде. Армянская пропаганда. То есть армяне переоделись по туркам? Я понимаю, где вы сейчас работаете. Я понимаю, что вы сейчас работаете на РТ. И что? Секундочку, а РТ это что? Это Армения Туды, что ли? РТ переводит, это Раша Туды, Максим. Не Армения Туды. Нет, секундочку, это Раша Туды. А РТ, вот как Максим, я тут гест-стар. Наданна нас втянула в какой-то опять пропагандистский дискурс. Я хочу сказать, что это территория Азербайджана, признанная... А это не пропаганда, я уже говорил. Это территория Азербайджана, признанная Российской Федерацией. Один вопрос. Признанная Владимиром Путином территория Азербайджана. Наданна, вы можете иметь любую точку зрения. Я за свободу слова Наданна меня знаю прекрасно. Зачем мы туда-то? Но Владимир Путин сказал, что Карабах – это Азербайджан. Поэтому эта территория Азербайджана, я ссылаюсь на позицию президента Российской Федерации. А не каких-то там турецких националистов. Все правильно, об этом спорить не будем, тем более, что это бессмысленно. Главное, что, как писал Иосиф Бродский, это хуже, чем детям сделанное БОБО, потому что за этим не следует ничего. Поэтому мы не будем на эту тему спорить. Да, война все расставила по своим местам. К сожалению, это правда. Там можно скорить сколько угодно, а вот вышли на Наринке. К счастью, я считаю, что к счастью. У меня, кстати, тренер по боксу армянин. Ну это так, к слову. Послушай, ну подожди, тем не менее, мы же пытаемся осознать... Мы начали программу с того, что мы сказали, дорогие друзья, чтобы вы не думали об Армении, об Азербайджане, об Армянах и так далее. Мы пытаемся свой интерес российский осознать и свои перспективы. И мы пытаемся понять, Максим, все-таки повторяю, я тут все-таки гест-стар. И я RT расшифровываю не как Арменин, там, T, а как Russia Today все-таки. Поэтому вопрос. То, что два лидера, так сказать, турецкий и азербайджанский, принимают парад вдвоем, очевидно, пожиная плоды своей, собственно, как они вместе, совместной победы, так они это трактуют, это явно, если не спорить, ну, Максим, довольно бессмысленно. Нас это, русских людей, пугает. Чтобы вам было проще со мной говорить, я сидел на этом параде почетным гостем в 10 метрах от Алиева и от Эрдогана на главной трибуне. Поэтому я там, если угодно, представлял в какой-то смысле общественное мнение Российской Федерации, хотя бы частично. Как ты любишь говорить, да не обобщай, не всякое мнение ты там представлял. Частично, я сказал, чисто. Максим, у меня есть вопросы, все это ремонт. Естественно, Ростов и Краснодар и Пятигорск. Мне не давали сказать, но все-таки хотел бы задать вопрос. А насколько это вообще отвечает российским интересам вся вот эта ситуация? Появление Турции в Закавказье, укрепление, допустим, Пашиняна. Вот вы сейчас, я знаю, очень, скажем так, поддерживая азербайджанскую сторону. Хотелось бы понять, все-таки российский интерес в чем заключается? И не удар ли это по российским интересам? Дело в том, что Турция появилась в Азербайджане не вчера, а Турция появилась в Азербайджане тогда, когда при поддержке российских войск армянские формирования изгнали миллион азербайджанцев с оккупированных территорий. Примерно тогда, с этого момента, Гейдар Алиев, Царство Небесное, сделал принципиальный выбор и стал посылать азербайджанских офицеров учиться не в российские военные училища, а в турецкие военные училища. Этому уже примерно насчитывает примерно, ну, наверное, годы с 1994-1995, я так думаю, с того момента, когда он народный фронт сверх от власти упал. Как это отвечает российским интересам? Вот присутствие турецких военнослужащих в Закавказье? Я считаю, что, я считаю, ну, во-первых, я извиняюсь, в Закавказье присутствует российское военнослужащее. Официально никаких турецких военных баз на территории Азербайджана нету. Это и пугает. А вот российских баз есть там несколько. Они есть на территории Армении, теперь есть на территории Азербайджана. Значит, в Карабахе фактически достаточно большая группа военнослужащих, которые осуществляют, согласно трехстороннему мандату, миротворческую миссию. Но все равно это потенциальная база. Есть база фактически на границе с Азербайджаном в Дербенте. Очень серьезные корабли. На территории России, то есть? Да, Максим? На территории России и в целом Азербайджан – это могучая, очень сильная экономическая держава в Закавказье. В Закавказье – это самая сильная экономическая держава, которая является максимально дружественной Российской Федерацией. С Азербайджаном у Российской Федерации огромная граница. Это, безусловно, граница мира. Через Самур, через Золотой мост между Дагестаном и Азербайджаном потоком идут товары, разного рода грузы, и не только азербайджанские. Армянские, турецкие, да, именно армянские я не оговорился. Именно армянские, поскольку через Грузию, грузинским транзитом, грузинскими машинами, там идут и армянские грузы тоже. Поэтому транзит через Азербайджан осуществляется в Иран, кратчайший транзит. После осуществления договора о Зангизурском коридоре через территорию Армении, Россия получит прямой, кратчайший доступ в Малую Азию. То, о чем мечтала Россия вообще столетиями, можно сказать. Вот этот вот узкий коридор и открытие после него границы, армяно-турецкие границы или Азербайджана, армянские границы. Нет тут никаких противоречий, никаких противоречений, но при этом, но при этом, Россия все равно, естественно, как и Турция, хотят избегать конфронтации друг с другом и будут внимательно следить за тем, чтобы никто из них не получил преимущества. Для этого нужен Пашинян, например, с помощью Пашиняна, который является слабой фигурой, как всякая слабая фигура. Ты отлично сказал про баланс, ты отлично сказал про баланс, это очень понятно, но другое дело, мы сейчас просто у нас объявили... Геополитические интересы России и сотрудничества в Турции очевидны. Ну, конечно, да. Не очевидны абсолютно. Ты же хорошо знаешь историю, Максим, ладно, потом поспорим, мы ее вроде немножко знаем, да, и сколько раз мы воевали с Турцией. А что я знаю историю? Пока была нормальная, пока была власть не... Пока была в России власть советская, то есть народная, то есть суверенная, которая не устанавливалась в Москве ни Берлином, ни Парижем, ни Вашингтоном, никаких войн с Турцией не было. А напомни, пожалуйста, Максим, какие были отношения у Турции вообще к Советскому Союзу, отношения к коммунистам и так далее? Я думаю, про Карибский кризис 1962 года... Именно благодаря... Это не турки, это американцы. Именно благодаря... На руками турок. Именно благодаря... Нет. Да. Именно благодаря Карскому договору, нет. Это не так. Турция не могла ничего делать. Именно... Вы просто не знаете историю Турции. Я тебе с удовольствием расскажу про военные перевороты, которые американцы устраивали, про аресты президентов... Я прекрасно знаю. Последний переворот буквально на моих глазах был неудачный. Это я все знаю и все помню. Я имею в виду... Все, Максим, извини, ради бога. Я имею в виду 40-50-е годы. Все, мы же объявили... Последний момент. Ну, ты коротко, обещай мне, что 20 секунд. У нас все, мы из эфира выходим. Благодаря Карскому договору турки не вступили в войну на стороне Гитлера. Все, точка. И за это мы должны сказать, конечно, большое спасибо. Земной поклон. Все, Максим, спасибо. Конечно, разумеется. Если бы они вступили, мы проиграли бы войну. Вот это абсолютно не факт. Ну, все, это отдельная тема. Максим Шевченко был с нами на связи. Это вообще, конечно, Максим умеет вбросить в конце самую спорную мысль. Потому что...